Премии главы региона за призовые места учителя и воспитатели получат впервые. С 2021 года они будут присуждаться ежегодно для поддержки победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства, а также повышения престижа профессий в сфере образования. Одним из лауреатов этого года стала Татьяна Стулова. Многие годы она работает музыкальным руководителем детского сада номер 6 «Дельфин». Профессиональный стаж почти 30 лет. За плечами у Татьяны Нижний Тагильский педагогический колледж, Уральский государственный педагогический университет и Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. С детства мы о чем-то мечтаем, к чему-то стремимся. Поэтому, придя в свою профессию, я так полагаю, что мечта исполнилась. Я работаю с 91-го года, и все равно дети меняются. То, что было в 91-м году, сейчас ребенка этим не удивить. Все практически то же самое, но другими словами, более современными, с другой технической насыщенностью, вести с интересом ребенка в мир музыки. Это основная цель. Каждый конкурс профмастерства – это возможность поднять профессиональную планку и выгодно отличиться от других педагогов. Как рассказывает Татьяна Вадимовна, это уже третий опыт участия в конкурсе «Воспитатель года». В 2016-м она стала призером муниципального этапа, а в 2017-м не попала в звездную тройку области, оказавшись на пятом месте. Это был, наверное, толчок двигаться дальше. Это, как мы говорим, что есть куда расти. И вот в этом году я вошла в эту звездную тройку. И тоже, я считаю, третье место, призовое место. Достаточно для того, чтобы обдумать, все ли сделано на высшем уровне. На состязание Татьяна Стулова всегда выходит с образовательной программой, которая отработана не один год. Для педагога очень важно видеть результат – улучшение собственных навыков и отклик от детей и родителей. Именно в этот раз, когда я шла на конкурс, это был авторский прием «Музыкальный квадрат». Прием, который позволяет моим воспитанникам старшего дошкольного возраста сочинять песни, сочинять танцы, создавать оркестры. Для меня вот этот авторский прием стал педагогическим инструментом, который обеспечивает игровую ситуацию во время работы с детьми именно старшего дошкольного возраста. Для детей «Музыкальный квадрат» – я так полагаю, что… Ну, я надеюсь, я верю в это, что он стал помощником в сочинительстве, в творчестве. Благодаря выбранному авторскому приему «Наша землячка» стала призером регионального этапа конкурса «Воспитатель года». И вместе с пятью педагогами из Свердловской области была удостоена премии губернатора Евгения Куйвышева. Неспроста для Татьяны стуловая работа – это не ежедневная рутина, а дело, которое приносит радость, эмоциональное удовлетворение и дает возможность познавать саму себя. Ее юношеское увлечение ныне превратилось в дело всей жизни. Валерия Конева, Антон Пылаев. Объектив. Итоги.